Голод и мор пришли в Ильиногорск, на местном свинокомплексе, одном из крупнейших, в области самое настоящее экономическое бедствие. В свинокомплекс Ильиногорске на грани разорения уже даже началась процедура банкротства и предприятие фактически рушится. Задолженность по зарплате перед работникам уже больше двух месяцев, а животные голодают. Они кричат, не все хотят есть, кормушки все вырезанные, до чего довели свиней. У нас здесь катастрофа, полностью катастрофа. Осталось от 70 тысяч, осталось 40 тысяч поголовья. Они голодные, нам их и сейчас жалко. Мы ходим, душа болит за них. Потому что кормов нет, мы чем их кормить-то будем? Мы сейчас выходим на работу, чтобы просто посмотреть, поплакать. Некоторые вон лежат, они даже встать не могут, у них даже сил нет, они супер свинят. Все стоят и ждут, и надеются, когда их покормят. Они голодают уже пятый день. Они даже просто элементарно не ходят в туалет, потому что им просто нечем. Все кормушки облизали. Все облизали. Просто нечем. Голодная свиноматка даже не поворачивается в именем, чтобы поросята поели. Комбикорму завод пока не отгружает. Мы ждем корма оттуда. Первый раз вот такое у нас творится, что нет кормов. Где деньги? Где корма? Я говорю, не могу. Наше предприятие зерно закупило, а переработку наискорми не производят. Какие у них там конфликты, мы не знаем. Но мы переживаем за наши поголовья. Поголовье-то не кормится. По заработной плате у нас не выплачивается. Это май и июнь. Просим, ходим зарплату свою. Выдайте нам, пожалуйста. У нас долги по кредиту. Пишем заявление. Ходим, кладемся. Мы не хотим, чтобы наше предприятие закрывалось, потому что если предприятие закроется, так же и поселок будет выгибать. Все люди разъедутся. Руководство Ильиногорского свинокомплекса нам сообщило, что на корм скоту в месяц нужно порядка 100 миллионов рублей. А учитывая общую задолженность предприятия, с такими затратами они просто справятся не в силах. Общая коридорская задолженность группы на данный момент составляет 1 миллиард 660 миллионов рублей. Руководство Россельхозбанка выдвигает ряд требований, которые мы должны выполнить. Но для нас это очень тяжело и ситуация, к сожалению, усугубляется с каждым месяцем. Мы даже, о чем мы им скажем собственникам? Приказать мы им не имеем права, ничего мы им сказать не можем. Наоборот, мы от них, как бы, бюджет наш формируется за счет налогов, которые платят градообразующие предприятия. То есть сейчас вот они, если у них очень много долгов, очень много кредитов и даже немного, конечно, не будет. Кстати, единственный выход из сложившейся ситуации, как сообщили на заводе, это приход инвестора. Но пока реальных кандидатов нет.